Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Что такое криптовалюты и как можно на них заработать? Сегодня четверг, 19.00, значит мы начинаем по традиции нашу трансляцию. Вкратце обозначу структуру сегодняшней трансляции, но прежде всего хотелось бы понять, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы мы могли уже перейти к изучению того материала, который мы для вас сегодня подготовили. Поставьте плюсики, пожалуйста, в общем чате, если есть звук и картинка, и мы начнем. Спасибо за обратную связь, вижу, что все в порядке, поэтому можем приступать. Итак, вкратце о плане сегодняшнего мероприятия. Начнем по традиции с буквально небольшого теоретического обзора, что такое криптовалюты, познакомимся с ключевыми терминами, понятиями, но это буквально опять же займет несколько минут. Повторюсь, мы берем в расчет то, что среди нас могут быть совсем начинающие участники данной сферы, поэтому делаем вот такую небольшую вводную часть. И далее мы уже перейдем в торговую платформу, где в режиме реального времени обсудим ключевые торговые возможности по криптовалютам, проанализируем движение за последнюю неделю. Сразу забегая вперед, отмечу, что те рекомендации, которые мы давали в ходе прошлого вебинара, в прошлый четверг, они полностью себя реализовали, и даже дальше наших потенциальных целей цена ушла по ключевым криптовалютам. Но об этом мы, повторюсь, подробнее разберем несколько позже. Ну и, конечно, не оставим в стороне тот фундаментальный новостной фон, который в данный момент присутствует, потому что именно от того, скажем, франционного пространства, в котором мы работаем, зависит большая часть движений. Хотя мы уже в ходе нашей трансляции неоднократно доказывали, что именно на основе технического анализа также можно выстраивать торговые стратегии, причем весьма и весьма эффективные. Итак, начнем с того, что такое криптовалюта. Я думаю, что каждый, может быть, даст какое-то свое определение, но все они будут сводиться к тому, что это те активы, которым нельзя прикоснуться, но за которые можно купить все, что угодно. Независимо от того, скажем, как быстро растет или снижается курс криптовалют, тем не менее их покупательская способность, она под сомнением в данный момент уже не ставится. В любом случае, учитывая масштабы данной сферы, даже те панические настроения, которые мы видели, не повлияли, скажем, на предложение различных товаров именно за криптовалюту. То есть в данный момент можно смело говорить о том, что криптовалюта – это полноценный инструмент для проведения расчетов и платежей. И в этом его основная функция, которая закладывалась разработчиками при написании кода данной технологии, ну и вообще при создании криптовалют. Но в последние месяцы, последние годы особенно актуально второе предназначение криптовалют, конечно же, это инвестиции и получение дополнительного спекулятивного дохода. Потому что если какой-то актив растет на сотни и даже тысячи процентов в течение короткого периода времени, конечно, к нему будет приковано внимание всей общественности и тех, кто ищет для себя перспективные способы заработка. Поэтому и стали, возможно, те движения, которые мы наблюдали на протяжении прошлого года. Биткоин является первой криптовалютой, появился уже почти 10 лет назад. И главное преимущество, которое изначально было обозначено – это принцип анонимности и децентрализованности в самой технологии. Правда, мы видим, что особенно в последние месяцы над именно этими преимуществами поставлена большая-большая угроза, потому что, по сути, в последние недели мы являемся зрителями противостояния между правительствами различных стран, которые пытаются зарегулировать данную сферу, и теми сторонниками криптовалют, теми, кто работает с ними, которые всячески пытаются этому препятствовать. И события в Южной Корее – самый яркий тому пример. Если говорить о способах получения дохода из криптосферы, то выделяют, конечно же, майнинг и трейдинг – два основных направления. Если для майнинга нужны первоначальные инвестиции, и, кроме того, необходимо разбираться в технических нюансах, то есть нужно собрать себе, что называется, фирму, настроить ее и, более того, регулярно просчитывать возврат своих инвестиций, окупаемость и, конечно же, не стоит забывать о затратах на электроэнергию и все сопутствующие расходы. В случае с трейдингом криптовалют все несколько проще с технической стороны, но имеет место быть психология. Об этом мы тоже иногда в ходе трансляции говорим, потому что торговля и заработок на изменении курса валют на спекуляции, они, конечно же, имеют под собой также некие сложности. Нельзя забывать о том, что, скажем, поддавшись эмоциям, либо не учтя какой-то фактор, да, можно понести убытки в моменте, как, например, было с теми, кто покупал буквально на максимальное значение в конце декабря биткоин, то валюта и вовремя из них не вышла. В свое время мы в ходе вебинаров также говорили о том, когда следует постепенно избавляться от длинных позиций, когда следует переворачиваться уже в сторону продаж основных криптовалют, да, вы, опять же, можете записи вебинаров поднять и увидеть прямое тому подтверждение. Но, опять же, вот я говорю о том, что ни один трейдер, пожалуй, не застрахован полностью от ошибок, да, от влияния психологических, эмоциональных факторов, поэтому вот те ссылки на наши телеграм-чаты, в том числе, которые были предоставлены в общем чате нашей трансляции, я думаю, что они будут вам полезны, и когда, скажем, участник рынка находится и чувствует себя не одиноко, да, перед компьютером, а чувствует, что есть некая группа людей, которые также желательно, чтобы неплохо в этом разбиралось, да, вот, насколько мне известно, в нашем чате довольно опытные трейдеры, да, и прочие участники криптосферы, ну, я имею в виду представители майнинга и так далее. Поэтому, думаю, что будет не лишним вам присоединиться к нашим крипто-чату и крипто-каналу в телеграме. Биткоины можно, как и другую, любую криптовалюту можно хранить несколькими способами, да, можно это делать с помощью горячих и холодных кошельков, как их называют. Если мы говорим, скажем, про горячее хранение, то это использование онлайн-сервисов прежде всего, но если же говорим про холодное, то подразумевается установка специального программного оборудования, да, наш компьютер, специальной программы, которая будет включать в себя всю историю транзакций, которая была по той или иной кактовалюзе. На данном слайде представлены основные, да, причины, почему биткоин может расти и будет расти и дальше. Да, есть ряд как фундаментальных причин, связанных с вот официальным признанием, например, да, начало, чему было положено в прошлом году. Но все-таки вот в ходе уже многомесячного, да, анализа рынка мы пришли к выводу, что на котировки криптовалют в первую очередь влияет именно психология участников рынка, потому что от их действий, да, от действий каждого в отдельности и от действий всей совокупности участников и, конечно же, зависит то, куда двигается цена. Да, мы наблюдали на протяжении прошлого года и в начале этого ряд моментов, когда можно было говорить о некой манипуляции рынком, когда, скажем, крупные участники могут двигать цену в удобном для себя направлении, да, и, например, улучшать цену своей покупки, организовывая некое подобие коррекции, да, вот что было, скажем, несколько раз на протяжении прошлого года. И кто-то считает, что и вот движение, которое мы видим в последние недели, это не что иное, как попытка крупных участников рынка набрать длинную позицию. Да, но об этом мы подробнее поговорим несколько позже. Важно же понять, что, прежде всего, на, скажем, рост криптовалют влияет именно приток новых инвестиций в данную сферу. То есть, если мы говорим о том, почему стал возможен столь сильный рывок в прошлом году, то здесь все довольно просто, да, это колоссальное внимание со стороны СМИ, колоссальное внимание со стороны тех инвесторов, которые еще не работали с криптовалютой ранее, да, и узнали о ней, скажем, относительно недавно, потому что мы знаем, что на том же фондовом рынке, на валютном рынке вращаются очень солидные капиталы, да, и вот именно приток новых денег спровоцировал столь резкий рост криптовалюты. Если, скажем, вы спросите у своих, да, друзей или знакомых, которые ранее вообще не имели ничего общего, скажем, с финансовой либо инвестиционной сферой, то поймете, что едва ли не каждый слышал про криптовалюты, вот на фоне той волны, да, внимания и ажиотажа, которое было в прошлом году. Поэтому сейчас мы, конечно, наблюдаем некий отток и снижение общей капитализации, да, если, вот, скажем, еще несколько недель назад капитализация криптовалют в целом превышала 500 миллиардов долларов, то сейчас она уже находится, на отметке, примерно в 300, да, и, безусловно, это становится следствием того, что тех движений, которые мы наблюдаем в последние недели. Но не завершая уже теоретическую часть, вводную часть нашей трансляции, отметим два ключевых термина, которые вы должны знать. Это, прежде всего, блокчейн, технология хранения и обработки информации, которая не похожа ни на что, с чем мы имели дело ранее. Основной принцип ее, как раз-таки, в том, о чем мы уже сказали, это детализованность. То есть, если мы берем, скажем, в расчет обычную фондовую биржу, на которой вращаются акции, предположим, да, то есть различные участники рынка, вот они их выделены, и есть клиринговая палата, которая регистрирует все сделки между участниками рынка. Ну, допустим, если я кому-то продам 100 акций какой-то компании, то в конце операционного дня эта сделка будет занесена во все реестры, и, скажем, на основе этой информации будет понятно, что я акции продал определенному другому участнику рынка. То есть, и все это хранится в одном месте, то есть, есть единый центр. В случае же с блокчейном информация, по сути, по каждой транзакции, по каждой операции в системе хранится на всех узлах системы. То есть, вы можете получить информацию, скажем, по любому абсолютному платежу, время, скажем, сумму перевода, но, конечно же, при этом не будет указано, скажем, контактные данные, я имею в виду персональные данные, то есть имя, фамилия, отправителя, получателя. В этом, собственно, изначально и заключался принцип анонимности данной сферы, но вот видим, что последовательные шаги многих стран приводят к тому, что, по крайней мере, те, кто торгует криптовалютой, обязаны будут верифицировать свои аккаунты, что мы умели уже возможность видеть на ситуации с Южной Кореей. Да, и второй термин, с которым также, я думаю, вы уже так или иначе были знакомы, это ICO. Это не что иное, как способ привлечения новых инвестиций, прежде всего криптовалют, для реализации новых блокчейн-проектов. То есть, если, скажем, есть перспективный продукт, либо есть группа талантовых разработчиков, которые предлагают определенную идею, то она вполне может объявить сбор средств, да, и выпустить, так называемые, токены, для того, чтобы профинансировать свою деятельность. На этом с частью методологии, пожалуй, все. Вопросы в общий чат вы можете задавать на протяжении всего вебинара, также в специальную вкладку «Вопросы». И сейчас хотелось бы еще несколько слов сказать о ключевых новостях, которые мы имели возможность наблюдать. Да, у нас есть еще слайд по организации работы, то есть, где можно торговать криптовалютой. Два основных варианта существуют – это биржа криптовалют и брокерские компании. Да, то есть, есть ряд плюсов и минусов, и в том, и в другом случае. Поэтому, в принципе, вы всю информацию можете видеть на данном слайде. Ключевой момент – это, конечно же, надежность и торговые условия. И что касается надежности, то, конечно, скажем, никем не регулируемые криптоплощадки в большинстве своем. Да, мы знаем, что есть, скажем, ряд работающих абсолютно легитимно площадок в Японии, в первую очередь, но, тем не менее, в целом, сфера пока еще не является регулируемой. И это делает работу через криптобиржи гораздо менее интересной, чем, скажем, работу через регулируемые брокерские компании. И более того, вопрос, который также стоит особняком – это удобный ввод-вывод. Потому что, если, скажем, вы имеете только фиат, и вам нужно купить криптовалюту, то для того, чтобы перевести сумму на свой торговый счет в криптобирже, потребуется пройти несколько конвертаций и потерять до 10% от суммы. В случае же работы с брокерской компанией, вы можете работать с криптовалютой на счете в долларах, то есть, либо избежать конвертации вовсе, ну, либо, скажем, будет одна конвертация, допустим, из рублей, да, либо другой валюты в доллары. При этом комиссия любая на пополнение, она в этом случае компенсируется со стороны брокерской компании. Итак, хотели перейти к ключевым новостям, которые были в последние дни. Да, хотелось бы отметить, что в целом последние два дня проходят в довольно позитивном, ключе для криптосферы. Мы видим, что было локальное дно, да, на отметке примерно в 6 тысяч, 5-800-6 тысяч долларов по биткоину найдено. И прежде всего, конечно, негатив, вот тот, который формировался в последние недели, он постепенно сходит на нет, хотя мы видим, что подвешенная ситуация по-прежнему с мерами южнокорейского правительства. Потому что, как оказалось, далеко не все аккаунты верифицированы. Более того, никто пока не хочет, да, из тех трейдеров, которые работают на криптоплощадках Южной Кореи, никто не хочет верифицировать свои аккаунты. И буквально на несколько процентов увеличилось число таких аккаунтов после тех заявлений о том, что уже с 1 февраля этого года грозит штраф, причем серьезный, да, за торговлю анонимную в Южной Корее. Кроме того, продолжает ситуация очень напряженная быть с Китаем, власти которого собираются закрыть доступ вообще ко всем веб-сайтам, связанных косвенно или напрямую с криптовалютой и ICO. Мы уже неоднократно заявляли, что Китай как был первым фактором роста криптовалют еще в позапрошлом году, да, когда мы наблюдали в декабре довольно резкий скачок там с 500-700 долларов до 1000 и выше. И вот Китай сейчас, по сути, является одним из факторов, который уже очень много негатива в данную сферу привносит. Мы понимаем, что фактически, скажем, в Китае уже не так много в процентном соотношении, да, участников именно тех, которые работают через, скажем, китайские площадки. Большинство тех трейдеров, да, клиентов уже давно работают через преимущественные японские и южнокорейские биржи, и тем не менее влияние Китая, оно ощущается. По крайней мере, вот та жесткая позиция, которую занимает Народный банк, да, и правительство Китая, они, конечно, вызывают серьезные опасения, и в целом пока еще эта тема далеко не отыграна. Более того, вот ситуация со взломом южном, со взломом китайской, японской, прошу прощения, биржи, да, вот получила продолжение, сейчас есть ряд обвинений, да, в сторону северокорейских хакеров, и ситуация продолжает тоже муссироваться. Тем не менее, мы видим, что в последние дни новостной фон постепенно меняется, да, есть уже некие позитивные факторы, но оно и понятно, потому что, повторюсь, биткоин и другие капиталюты нащупали локальное дно, и поэтому есть уже от чего отталкиваться. Поэтому, конечно, и новостной фон будет вместе с этим меняться, да, появились заявления о том, что биткоин может стоить и 50 тысяч в ближайшей перспективе, но пока, повторимся, эти заявления не имеют под собой весомой, именно фундаментальной оценки, так же, как и нет признаков этого на графике цены. Итак, сейчас вы должны видеть рабочую область торгового терминала, если вы ее видите, поставьте плюсики в общем чате, и мы уже перейдем к разбору ситуации по всем основным криптовалютам на текущий момент. Да, спасибо, обратную связь также от вас получили. В общем, приступаем, да, есть... ...именно этот инструмент, потому что правильный был вопрос задан в чате. Биткоин напрямую влияет на стоимость практически каждой из остальных криптовалют, то есть на каждый аэндкоин. Да, мы в ходе прошлого года видели ситуации, когда движения были разнонаправлены, но нужно понимать, что вот те моменты, когда биткоин в прошлом году снижался, допустим, биткоин кэш или, скажем, эфир, рипл росли, эти моменты сопровождались ростом капитализации в целом и ростом интереса общественности к данному рынку, то есть это была ситуация, которая сопровождалась притоком нового капитала в сферу. Но в моменты, когда, скажем, капитализация теряет довольно много в процентном выражении, здесь есть абсолютно прямая корреляция между биткоином и всеми другими криптовалютами. Потому что, как обычно, все начинается всегда с биткоина. Начинаются как масштабные импульсные восходящие движения, так и коррекционные циклы. Так вот, на графике здесь остались несколько уровней, которые мы обозначили еще в ходе прошлого вебинара. Напомню, что в ходе прошлого вебинара мы торговались вблизи отметки 10 тысяч долларов за один биткоин. И тогда вот мы ключевой упор делали на данную линию. Это как раз-таки уровень 10 тысяч. Потому что после пробоя этого канала на тот момент, мы видели, что в узком диапазоне находился биткоин довольно долгое время, мы стали свидетелями того снижения, которое за этим последовало. Те цели, которые мы обозначили и движения, на которых довольно серьезные прибыли, заработали наши трейдеры. Первую отметку мы ставили 8500 на закрытие коротких позиций, то есть на выход из продаж. И вторая 7300. Обе цели были достигнуты, более того, мы сходили еще и сильно ниже. Почему мы обозначили именно 7300-7500 как цель? Потому что именно в этом месте находился сильный уровень поддержки. Там находился уровень поддержки, который был в свое время локальным, историческим, точнее максимумом за все время. И именно после пробоя этого уровня в прошлом году мы видели самый масштабный рост биткоина. Если говорить о причинах, почему мы ушли еще сильно ниже, ниже даже 6000 долларов за один биткоин, то можно абсолютно точно говорить о маржин-ковах многих участников. Это не секрет, это открытая информация, в том числе, которая поступает от чикагской площадки, деривативной семьи, где в декабре была запущена торговля на фьючерсы, на биткоин-фьючерсы. И абсолютно точно, что есть некий процент участников, он не такой большой, но на самом деле и не маленький, которые лишились своих торговых счетов в последние дни. То есть сами позиции, скажем, трейдеры не закрывали. И при этом у них просто не хватило маржи, залога для поддержания позиций. В результате чего они экстренно были закрыты. И вот мы уже, скажем, кто работал с фондовым рынком, например, ну либо с рынком, скажем, валют, там тоже такие ситуации бывают. То есть эта череда, скажем, маржин-ковов просто обвалила. Рынок еще в моменте гораздо ниже, скажем, даже тех значений, где, в принципе, цена могла остановиться. Вот после того, как эти участники с рынка ушли, и стало возможно, прежде всего, вот то движение, которое мы видим в последние дни. Потому что это абсолютно логичный итог, да, когда после закрытия вот этих длинных позиций происходит откат цены. Да, потому что, опять же, есть криптовалютный рынок, он в этом плане не отличается. Да, вот, скажем, фондового, прежде всего. Есть ряд манипуляторов, которые цену могут подталкивать всем или иным значениям. И абсолютно понятно, что есть довольно большое число участников, да, которые хотели бы, скажем, купить много, причем, биткоинов, да, по, скажем, цене в 6-6500. И именно это они могли сделать в ходе последних движений. Сейчас, если говорить о том, что происходит в данный момент, да, то нужно говорить, что, во-первых, у нас есть некий признак разворота, но это лишь первичный пока признак, да, то есть он не получил свое подтверждение. Прежде всего, мы связываем возможную ситуацию, да, с разворотом и завершением коррекции, с тем, что есть интересная свечная формация, в частности, интересно было наблюдать, как быстро мы смогли переломить ситуацию, да, вот в ходе торговой сессии 6 февраля, когда с отметки в 5800-5900 довольно быстро, да, в течение дня цену подняли до примерно 7500-8000. И на самом деле в ходе, по крайней мере, движений прошлого года такая свечная формация себя отлично показывала, но нужно учитывать тот факт, что в прошлом году ситуация была низкой иной в целом, то есть не было столь сильного негативного фона, плюс преобладал восходящий тренд, да, сейчас же можно говорить о том, что мы наблюдаем продолжительную коррекцию, если не сказать больше. Поэтому все-таки нужно быть весьма и весьма осторожными с покупками, да, если вы собираетесь, скажем, это сделать по текущим значениям. И более того, мы видим, что пока еще не покорилась отметка в 8500. И сейчас именно этот уровень является ключевым. Да, я специально сейчас уберу некоторые мешающие, да, может быть, линии из графика, чтобы показать, что консолидация последних дней найдет именно вдоль уровня 8500. Именно вот эта отметка выступала поддержкой, да, в течение нескольких дней. Вот именно так будет правильно провести данную линию. И после того, как мы оказались ниже этого уровня, именно на данной отметке, да, мы видим довольно большой объем, который остался. В том числе многие продают вот этого уровня в расчете на дальнейшее снижение, потому что в целом мы сейчас находимся в стадии рынка, когда наблюдается движение вниз. Вниз, да, поэтому абсолютно точно можно определить уровень в 8500. И именно от него сейчас мы рекомендуем выстраивать работу. Вполне вероятно, что выше этого значения цена в ближайшие дни не поднимется. И тогда мы увидим дальнейшее снижение. Да, если посмотреть, скажем, на недельный график, чтобы оценить перспективы возможные, да, то мы вполне можем оказаться и на отметке в 5000 за один биткоин. Но, опять же, если эта неделя закроется вот в зеленом цвете, да, в зеленой зоне, то, что мы наблюдаем сейчас длинный хвост снизу, и причем свеча, допустим, будет зеленой, да, в таком случае уже можно будет говорить о том, что восходящее движение очень-очень близко. И вот как раз-таки фактором подтверждения тому станет закрепление выше отметки в 8500. То же самое мы говорили про уровень в 11500 ранее, в ходе прошлой консолидации. Да, здесь была абсолютно похожая ситуация. Вот если мы посмотрим на эту консолидацию, то про отметки в 11500 и 12500 мы также говорили, что это ключевые уровни. И если бы цена в тот момент поднялась выше этих значений, то можно было говорить о возобновлении восходящего тренда. Вот то же самое сейчас можно сказать про отметку в 8500 и еще более сильный уровень – это отметка 10 тысяч за одну монету. То есть, если, скажем, вы предпочитаете работать осторожно и входить в рынок тогда, когда уже есть точный перевес на стороне одной из сторон покупателей-продавцы, то в таком случае вам нужно дождаться, когда биткоин будет выше 8500 и желательно выше 10 тысяч за монету. Да, кстати, это будет еще означать, если мы окажемся выше 10 тысяч, то это будет означать и пробой линии нисходящего тренда, который у нас формируется уже на протяжении более чем месяца, получается. Но, опять же, отмечу, что пока мы притормаживаем вблизи этого уровня, и на самом деле мы сегодня открывали уже... И сегодня мы уже открывали сделки на продажу, правда, совсем небольшим пока пробным объемом от этих значений, потому что есть, повторюсь, основания полагать, что мы можем уйти ниже, протестировать еще раз те минимумы, которые были в последние дни показаны, но постепенно, постепенно отмечу, что мы готовимся к покупкам, да, и в случае закрепления выше тех уровней, которые я обозначил, безусловно будем покупать локально, по крайней мере, до следующих уровней сопротивления. Сейчас, если, скажем, в прошлом году работа была несколько более простой, по сути, покупай либо на коррекциях, либо покупай при пробое максимума исторического. Мы эти стратегии подробно разбирали в ходе прошлых вебинаров, да, еще в прошлом году. Эти стратегии принесли сотни процентов доходности. Да, тут сейчас несколько сложнее, потому что мы видим гораздо большее количество важных ценовых уровней, вблизи которых цена стопорится, да, и видим, что гораздо большая неопределенность на рынке в целом, поэтому, конечно, нужно устраивать работу более осторожно, по возможности не брать максимальный средний объем, да, работать вот с таким объемом чуть ниже среднего, когда уже, скажем, будет точный перевес на стороне одной из сторон, да, в таком случае уже открывать сделку объемом, скажем, среднего, либо выше среднего. Поэтому, еще раз, да, подводя итог, все будет зависеть от того, как мы повезем себя в ближайшие дни уже вблизи уровня 8500. Если окажемся выше, то, конечно, нужно будет покупать, и первая цель будет отметка 10 тысяч, вполне неплохое движение можно будет забрать. Пока же мы не преодолели этот уровень, можно, скажем, продавать пробным небольшим объемом, рассчитывая на снижение и тестирование повторно этих уровней, вблизи которых мы были ранее. И еще раз отмечу, что можно в какой-то момент переключиться на недельный график, особенно в следующий понедельник, рекомендую вам его открыть, да, и посмотреть, как закроется вот эта свеча, которая обозначает, да, все движение на текущей неделе, и где будет цена закрытия воскресенья. Потому что если неделя закроется выше отметки в 8 тысяч, да, это вот уровень, мы видим, это уровень закрытия прошлой недели и открытия нынешней. И еще лучше, если мы закроемся выше отметки в 8500, да, то в таком случае можно будет говорить о том, что вероятнее всего продолжится восходящий именно тренд, и можно будет покупать. Если же мы оказываемся где-то ниже этих значений, то, вероятно, протестируем те минимальные значения этого года вблизи 5700, которые мы видели вот буквально несколько дней назад. Да, это вот, в принципе, полный торговый план. Более подробная информация, опять же, в наших крипто-чатах, крипто-канале. Там аналитика и торговые идеи публикуются, напомню, каждый день. И есть еще возможность в режиме реального времени с нами параллельно сделки открывать. Итак, двигаемся далее. Переходим к эфиру. Пусть вас не пугает большое количество различных линий на данном графике. Большая часть из них осталась также еще с прошлого вебинара, чтобы показать вам, как именно отрабатывают наши идеи. Вот то, о чем мы говорили в коде прошлого четверга. Это, во-первых, наличие линий восходящего тренда. Эфир был, пожалуй, последним из тех, кто держался выше. Да, вот в границах этого восходящего канала и выше этой линии. Но вот когда полетело вниз абсолютно все, это было еще 1 и 2 февраля, он также выше этого уровня не удержался. В итоге сходили почти на 500 долларов за одну монету. Да, и второй важный момент, который мы также обозначили в ходе прошлого вебинара, это уровень 880. Это, видите, нижняя горизонтальная линия оранжевого цвета. С позиции теханализа мы видим продолжительную проторговку вдоль этого уровня. На самом деле он был очень важным. Мы видим, что раз пробили это значение, затем закрылись все-таки выше уровня. Затем еще раз. Были ниже, но закрылись выше. И затем уже, когда мы закрылись ниже этого уровня, уже окончательно полетели вниз и сходили в процентном выражении примерно настолько же, насколько и биткоин. Но вот то, что мы говорили еще в начале этого года, когда подводили итоги прошлого года и констатировали резкое движение эфира вверх, отмечали, что фундаментальный эфир сильнее сейчас, чем биткоин, и поэтому в случае, скажем, восстановления в целом, он может показать лучшие результаты. То же самое мы говорили про Ripple и про биткоин кэш. Биткоин кэш, кстати, сегодня среди лидеров по росту, он обгоняет по росту процентном выражении биткоин и многие другие криптовалюты. Но Ripple пока абсолютный аутсайдер последних дней. На самом деле, по поводу Ripple мы сейчас еще поговорим, но отчасти, наверное, стоит свою позицию, свое отношение к нему пересмотреть. Что касается текущей ситуации по эфиру, то скажем и отметим, что линия сопротивления сейчас для эфира сместилась несколько вниз. Вот тот уровень, который мы показывали в ходе прошлого вебинара, его можно несколько сместить. Есть также ситуация похожая на то, что мы видим по биткоину. То есть пока мы находимся ниже важного значения и пока еще нет подтверждения того, что рост эфира продолжится, пока мы скорее смотримся вниз по данному инструменту. Но, тем не менее, немного оптимизма должно внушать движение последних дней. Также мы видели довольно характерную большую свечу зеленого цвета с длинной тенью внизу. И напомню еще раз, что вы можете посмотреть графики за прошлый год, дневные по эфиру, по биткоину, и понять, что все коррекции по криптовалюте практически по любой заканчивались именно такой свечной формацией. Когда мы видели большую тень вниз, большую свечу в целом, и она, конечно же, зеленого цвета. То есть именно коррекции от восходящего тренда заканчивались именно этим. Поэтому, опять же, есть некая надежда у тех, кто, скажем, покупал эфир по гораздо более высокой цене, на то, что рост продолжится в ближайшие дни. Но, подводя итог, повторю, что для этого нужно получить дополнительное подтверждение, то есть дождаться скрепления выше уровня 840, которое есть на графике, а лучше еще и выше 880. То есть это то, что мы показывали в ходе прошлого вебинара и тот уровень, который остался с прошлого четверга. Поэтому план действий, по сути, аналогичный тому, что есть по биткоину. И возвращаясь к вопросу о корреляции между биткоином и другими криптовалютами, еще раз скажу, что на самом деле мы в этом убеждаемся каждый вебинар. Графические формации, они очень-очень схожи по всем криптовалютам. То есть одни и те же паттерны, они срабатывают великолепно по любой криптовалюте. Поэтому очень часто мы видим абсолютно похожие ситуации, причем криптовалюты делятся на некие группы. То есть, например, скажем, в какие-то моменты похож эфир и, например, лайткоин либо дэшкоин, в какие-то моменты мы часто отмечаем сходство очень большое между эфиром Классик и The Cash. Мы говорили про это в коде, опять же, прошлого вебинара. И говоря о текущей ситуации, отмечу, что про эфир Классик многие забыли, регулярно о нем забывают. Но мы о нем часто вам напоминаем, потому что все-таки монета интересная в плане своей волатильности. Не нужно смотреть на цифры. То есть, скажем, с 5 долларов до, условно, 200 или 300 она не вырастала, но в процентном выражении Эфир Классик дает очень и очень неплохой доход. И мы, кстати, покупали тоже совсем небольшим объемом, что очень обидно, на самом деле, постфактум. Но, тем не менее, я думаю, что многим было страшновато открывать позиции на покупку, когда все валилось, причем так быстро. И, тем не менее, мы небольшим объемом открывали. Эфир Классик вблизи отметки 11,5. Это вот уровень. Потому что так дешево он не стоил очень давно. Не считая ситуацию с октябрем, когда его вообще едва ли не похоронили. По сути, это значение еще весны прошлого года. И покупали по 11,5, да, и сейчас он стоит 16,8. Но, правда, мы сделку закрывали по 15. Думая, что, возможно, от круглого значения 15 он еще может провалиться вниз. Тем не менее, это около 30% доходности буквально за несколько торговых сессий. И именно, повторюсь, в процентном выражении Эфир Классик по-прежнему неплохо ходит, волатилен и интересен для, думаю, широкого круга инвесторов. Мы предлагали продавать его в прошлый четверг. Если он опустится ниже отметки в 21-22 доллара за монету, это уровень исторического максимума в прошлом году. Он был там в июне и в августе прошлого года. И долгое время от этого уровня отбивался. Мы там тоже его покупали несколько раз. Но вот он провалился и сходил довольно неплохо вниз. Сейчас мы ожидаем, что он будет постепенно возвращаться к этим уровням. К уровню 20, прежде всего. 21 будет диапазон, который можно обозначить. И еще раз повторюсь, есть ситуация похожая на биткоины, на Эфир. Также есть уровень по Эфир Классик. Это отметка около 17,5. Если он окажется выше 17,5, то можно покупать его. Причем хорошим объемом он обязательно будет стоить 22 в таком случае. С 1-22 все значения вблизи, повторюсь, прежнего исторического максимума, который был в прошлые годы. На самом деле очень сильный уровень. Видите, что здесь несколько раз цена отбивалась. И здесь тоже вся консолидация была вдоль этого уровня. Поэтому, так или иначе, к этим значениям его обязательно еще будут подтягивать. Вопрос только времени. Если в целом сейчас скриптосфера пойдет вверх в ближайшие дни, то Эфир Классик тоже будет уже очень скоро там. Если же пока мы будем видеть еще одну коррекционную волну, еще одно движение вниз, тогда достижение этих отметок, оно, конечно же, низко затянется. По Zcash ситуация, повторюсь, похожая вот с этим горизонтальным уровнем, но мы проводили некую такую линию восходящего тренда еще. Она прибита еще была в ходе нашего прошлого вебинара. И мы говорили, что это означает лишь то, что мы сходим вниз. Так оно и получилось. Да, и сейчас, по сути, ситуация очень похожа, опять же, на Эфир Классик. Вот эти две монеты, они между собой довольно сильно коррелируют. Я повторюсь. Поэтому сейчас мы ждем, что Zcash также подтянут к отметке в 400-420 примерно за одну монету. Причем это может быть сделано в ближайшие дни. Что касается Монера, то на самом деле, вот по Монерах была уникальная возможность поймать едва ли не самую-самую лучшую цену для разворота. Правда, далеко не у всех это получилось. И тем не менее, вот эта тень ударилась ровно в уровень максимума лета прошлого года. Вот в августе, мы помним, была первая волна стремительного роста по Монерам, которая завершилась на отметке в 140 долларов за монету. И вот именно в этот уровень мы ударились на откате. И от этих уровней можно было покупать просто с идеальным соотношением, да, риск-доходность Монера. Но, повторюсь, далеко-далеко не у всех это получилось сделать. И я думаю, что внимательные зрители нашего сегодняшнего вебинара уже отметят, что ситуация, опять же, не является уникальной, да, и не является какой-то индивидуальной. Вот есть уровень, причем по Монеру это уровень, который формировался еще в декабре прошлого года. Отметка 230, и от нее будет многое зависеть. Сейчас мы торгуемся как раз вблизи этого уровня. Если же мы закроемся выше этой отметки сегодня, не уйдем ниже, то пойдем на 280. Это будет первая цель в таком случае. Но говорить пока про более высокие ценовые диапазоны пока очень рано. И для этого нужен будет позитив по сфере в целом. Далее, что касается лайткоина, да, то здесь мы отмечали, что идут массовые продажи вдоль уровня сопротивления. Ранее мы также двигаемся вдоль этой линии в данный момент. И на самом деле очень классная точка здесь. Это отметка 140, потому что линии две даже пересекаются. То есть пересекается горизонтальная линия сильного уровня. И более того, в этом же месте проходит линия еще и наклонного сопротивления. На самом деле, исходя из ситуации, которую мы неоднократно видели на фондовом рынке, вот это графический паттерн, который говорит о том, что мы уйдем еще ниже. Обычно вот такое пересечение, да, и слияние, скажем, двух уровней, одного наклонного, еще и горизонтального, говорит о том, что мы должны сходить еще ниже. И перевес продавцов в моменте он весьма и весьма велик. Так ли это будет, да, посмотрим в ближайшие дни. Но на самом деле Litecoin мы также пока небольшим, пока тестовым объемом, но продаем. Продаем и он, если пойдет, скажем, ниже, то он должен даже обновить минимум и должен уйти ниже 90 долларов за монету. Хотя его катализация довольно серьезная, да, Litecoin на слуху. В нем большое количество инвесторов, в том числе крупных. Поэтому, казалось бы, можно поспорить, да, с тем фактом, что он может быть слабее других, скажем, в моменте, да, и уйти сильно. Но думается, что вот очень резкий, да, импульсный рост в прошлом году до почти 400 долларов со 100, да, буквально за считанные дни, он очень сильно повлиял на Litecoin. Но на самом деле крупные участники рынка, которые двигают цену, они из него либо вышли сразу, либо выходили вот на протяжении последних недель. Потому что, ну, мы знаем, что чем сильнее, да, рост, чем больше импульс мы наблюдаем, тем больше вероятность, что вот эта неэффективность рынка будет компенсирована, и мы упадем так же сильно. Ситуация с Ripple яркое тому подтверждение, да, мы так же очень быстро росли и сильно, да, но и так же очень сильно упали, когда все снижалось, скажем, в процентном выражении гораздо меньше. К Ripple мы еще перейдем несколько позже. Ну, по Litecoin, я думаю, ситуация в целом тоже понятна. Dashcoin здесь не является чем-то уникальным, за исключением, пожалуй, того, что вот он торгуется уже выше тех значений, причем долгое время сегодня уже несколько часов выше тех значений, которые позволят говорить о том, что он может несколько выше пойти, да, то есть, если мы проведем похожий очень уровень, вот основной, который мы сегодня рассматриваем, да, это консолидация, также вот очень похожий на Bitcoin, да, вот уровень и на Ethereum отметка, то кажется, что он этот уровень уже пробил и торгуется выше сейчас, то есть, в перспективе может быть более интересен, но ключевым здесь, повторюсь, будет являться закрытие закрытие сегодняшней торговой сессии. Если мы закроемся выше, тогда все вполне неплохо, если же ниже этой отметки, то в таком случае пока о росте можно будет забыть на ближайшие дни, да, и также ловить его спустя несколько дней по гораздо более привлекательной цене. Итак, Ripple, повторюсь, вот по графику Ripple не скажешь, да, что он собирается расти в ближайшие дни, пожалуй, что он выглядит слабее всех остальных монет из тех, которые мы рассматривали сегодня, потому что, скажем, если по Bitcoin, например, да, по Ethereum, у нас есть хоть какие-то предпосылки разворота, именно графические, да, есть тот вот паттерн, графическая модель, которую мы видели в прошлом году, говорящая о том, что мы можем развернуться, и в целом восходящий тренд может возгновиться, то по Ripple ситуация низкая иная, да, его наоборот сегодня поджимают опять скорее к нижней границе, мы видим, что даже свеча сегодняшнего дня, она красный, красного цвета, да, то есть, по сути, он теряет сегодня позиции, пока многие в цене прибавляют. Поэтому с Ripple все несколько сложнее, и на самом деле тоже есть ощущение, да, есть догадка, что он может пойти еще ниже, но вот большим объемом, да, причем это будет сделка с высокой долей вероятности, да, которая будет реализована. Можно будет продавать Ripple, только если мы окажемся ниже уровня в 65 центов за монету. Посмотрите сами, да, это вот та граница, от которой он начал свой рост, ну, после первого импульса, да, в прошлом году, и та отметка, вблизи которой он сейчас консолидируется, если мы окажемся, я повторюсь, ниже этого значения, да, то вполне можем протестировать и 30-35 центов за монету. На недельном графике это особенно отчетливо видно, да, то есть у нас вот цели, потому что здесь уровня никаких на недельном графике нет. Можно, конечно, с этим поспорить, сказав, что история по Ripple, она сама по себе еще очень небольшая, поэтому новые уровни будут сами по себе появляться, да, и не означает, скажем, закрепление ниже 65 отметки, что он обязательно безоткратно обвалится на 35. Но, повторюсь, это пока лишь предположение, да, оно нуждается в подтверждении, и продавать можно будет только по факту закрепления ниже этой минимальной отметки. Да, опять же, это можно объяснить логически, то есть те, кто набирал позицию здесь, да, вот в этой области, вот здесь, да, вероятнее всего поставил свои стопы ниже этой консолидации, поэтому если мы уйдем ниже, то они будут успешно выходить из позиций, и более того, нельзя исключать опять же тот фактор марженкового. То есть многие могут не вытерпеть этой просадки и получить принудительное закрытие позиций. Поэтому все-таки вот этот сквиз, да, ниже уровня поддержки, он вполне возможен в ближайшие дни, не стоит его исключать. Думать о покупке Ripple можно будет только, когда он будет стоить дороже одного доллара, это отметка и психологически важная, ну и с позиции теханализа тоже она очень-очень обоснована. Вот, вы видите, это верхняя граница, вот, на графике, да, верхняя линия оранжевого цвета. Поэтому в идеале, конечно, можно дождаться выхода за рамки этого диапазона, но либо пока мы еще не пробили уровень поддержки, да, и не ушли ниже, можете рискнуть и купить небольшим объемом Ripple сейчас, да, зато, скажем, вероятность того, что он будет расти не так высоко, но зато у вас будет очень короткий стоп-лосс. Его можно будет поставить за ту же границу консолидации, про которую мы сейчас говорили, либо за круглое значение за 60 центов, то есть по 59,5 можете поставить стоп-лосс, например, и купить небольшим объемом, да, сделать сделку такую с не очень большой долей вероятности, да, к росту, но и очень небольшим риском, потому что стоп-лосс находится рядом. То есть вполне, в принципе, рабочая идея и продавать уже на полную катушку, да, когда он, если он окажется ниже этого уровня поддержки. И биткоин кэш. Самое интересное, пожалуй, оставили напоследок сегодня, потому что, повторюсь, биткоин кэш сегодня один из лидеров роста и растет даже темпами превосходящими биткоин, поэтому к кэшу ваше внимание должно быть приковано. В ближайшие дни тоже здесь пока еще ничего не понятно и совсем нельзя говорить о том, что стадия коррекции завершена, и сейчас мы будем долго и быстро расти, да, но, по крайней мере, показательный тот факт, что биткоин кэш сегодня сильнее, чем другие, как валюты, в том числе топовые. Да, он сегодня сильнее эфира, а в целом сильнее, конечно же, рипл, и поэтому вот из тех, скажем, монет, которые на слуху, и из тех монет, которые претендуют на пальму первенства, которые могут потенциально сместить биткоин с первого места по капитализации, а биткоин, конечно, сегодня лучший, поэтому вот будет интересно посмотреть еще соотношение, да, его по капитализации на коин-маркет-кап, сделаем, может быть, это чуть позже сейчас, но в плане процентного, да, роста биткоин, конечно, сегодня хороший, более того, вернулся выше психологически важного уровня по 1000 долларов, да, и если мы вот попытаемся обозначить такой же уровень, как мы обозначили по биткоину, по эфиру, да, и по некоторым другим криптовалютам, вот здесь он проходит, то окажется, что биткоин кэш эту границу уже преодолел, и сейчас он тестирует уже следующий уровень, это отметка в 1080 примерно, то есть 1080, 1100, это тоже важно, и если он будет выше, скажем, сегодня, да, и откроется завтра выше этого значения, то смело покупайте биткоин кэш, он как минимум дойдет до 1300 долларов, это вот следующая линия, там он может сопротивление встретить, причем довольно сильное, да, учитывая продолжительную консолидацию в январе, но это будет прям сделка с очень высокой долей вероятности, причем еще и с низким риском, то есть стоп можно будет поставить за 1050, например, да, либо за 1040, ну или подальше, если вы боитесь, что выбьет сделку, да, за 1000 ниже, по 990, например, да, но при этом 1300 будет очень и очень вероятно достигнуто по биткоин кэшу. Опять же, только в том случае, если мы закрепимся выше сегодня, ну или завтра, выше уровня в 1080 за одну монету. В целом фундаментально биткоин кэш, мы это тоже уже не раз обсуждали, сильнее биткоина, да, у него больше размер блока, транзакции в системе биткоин кэш гораздо быстрее обрабатываются, да и в целом у него очень большие усилия, да, команда, а биткоин кэш предпринимает вовсе с его лидером, который всячески пытается даже биткоин, да, сместить с первого места и неоднократно заявлял о том, что именно биткоин кэш является настоящим биткоином, да, а не вот то, что мы сейчас им называем. Поэтому очень интересно будет наблюдать в этом году в целом за вот этим противостоянием и за соотношением, да, соотношением между, за соотношением между биткоин кэш и биткоином. Да, хотели по коин-маркеткапу еще посмотреть капитализацию биткоин кэш, насколько она увеличилась, да, в моменте. На самом деле серьезно, да, и биткоин кэш очень сильно приблизился к риппл и может его обогнать, ну, если не, скажем, в ближайшие дни, да, то в перспективе недель уж точно до эфира и до биткоина, скажем, ему еще далеко по капитализации пока. Но вот риппл из топ-3, он точно вытеснить способен, им в этом сомневаться не приходится, да, плюс 25 почти процентов за день изменения по биткоин кэш, поэтому за ним можно наблюдать, и его, кстати, можно покупать. Можно покупать. Так, давайте посмотрим вопросы. Да, отмечу, кстати, что зрители нашего сегодняшнего вебинара могут рассчитывать на специальные бонусы от нашей компании, да, компания «Амаркетс» – это финансовый брокер. Во-первых, бонус 25% для торговли, да, в случае пополнения, если вы были зрителем нашего вебинара сегодня, и плюс книга, которую мы специально подготовили для наших трейдеров, клиентов. Книга содержит как теоретические аспекты, так и отлично себя показавшие в последние месяцы торговые стратегии, то есть практика, поэтому, думаю, она вам будет очень-очень полезна. Также у нас сейчас проходит акция, которая называется «Распродажа биткоина», то есть два биткоина по цене одного. То есть мы готовы предложить еще и специальный бонус, который увеличит ваши средства на счете. То есть вы, скажем, имея деньги на покупку одного биткоина, фактически можете купить два. У вас будет такая возможность, да, это использование некого кредитного рычага, об этом говорим, да, это может быть опасно, но это может быть опасно только при долгосрочном подходе, скажем, если вы торгуете аккуратно, да, находясь перед экраном, всегда либо контролируете риски, ставите стоп-лоссы, то это очень-очень полезный инструмент. Поэтому, в принципе, вот эта акция, она буквально сегодня была запущена, и мне попросили ее анонсировать. Обращайтесь в клиентский отдел компании «Амаркетс», если вам это интересно. Вот спрашиваю несколько раз про перспективные валюты для инвестирования на ближайший год, да, 3-4, чтобы сформировать портфель. На самом деле, брать можно обязательно, да, если у вас портфельный подход, то обязательно большая часть портфеля должна быть сформирована из валют надежных и проверенных. То есть это может быть, скажем, ну, если не биткоин, да, то эфир или биткоин кэш в качестве основы портфеля, то есть это вот такие, скажем, мастодонты, да, лидеры по капитализации долгое время, которые обязательно должны составлять именно консервативную часть портфеля. Причем мы еще и говорили о том, что эфир классик можно туда включать. Эфир классик – это монета с историей, плюс она не стреляет, скажем, на x3, x5, x10, да, и больше, но дает стабильный прирост, да, при правильном входе. Поэтому вот эфир классик тоже даже можно рассмотреть, на самом деле, для консервативной части портфеля, повторюсь. Ну и для более агрессивной включить тех, которые, скажем, недавно вывалить в топ-50 по капитализации, поискать то, что недооценено, или посмотреть на графики, да, и лучше покупать после обновления исторического максимума. Да, то есть, эта стратегия себя показала отлично в прошлом году. Вот если вы видите, что кто-то обновляет исторический максимум, значит, там наверняка памп, да, и там можно входить, но, опять же, если, скажем, не на несколько месяцев, то, по крайней мере, быструю прибыль, там, x2, x3, можно будет получить вполне. Поэтому рекомендую смотреть топ-50, да, топ-100 по капитализации, там можете выбрать то, что вам нравится как фундаментальная история, и то, что имеет подходящую ситуацию на графике цены. Обязательно график нужно смотреть, да, мы именно такого подхода придерживаемся. Вот, ну, в нашем чате, я думаю, регулярно публикуются информации о перспективных монетах, поэтому там также можете посмотреть. Сайта markets.org, да, там все контакты для связи находятся. Я вижу, что запрашивали контакты. Есть и онлайн-чат, и почта техподдержки, и номер телефона клиентского отдела, да, горящей линии. Если депозит 10 тысяч долларов, то фактически мы при нашем подходе, конечно, всю эту сумму не используем в торговле, используем в моменте не более 10-20% от капитала. Да, вот я говорил в ходе вебинара о том, что, скажем, объем, минимальный объем, чуть ниже среднего объема, там, скажем, выше среднего, либо максимальный. Да, вот максимальный объем, он обычно не превышает 20% от депозита. Поэтому, прежде всего, мы следим за уровнем риска и за тем, чтобы минимизировать потери. Да, доход, учитывая волатильность сферы, он себя должен ждать не заставит. Ну и плюс, и плюс, конечно, еще элемент диверсификации также рекомендуем использовать. Мы в ходе прошлого вебинара уже эту идею анонсировали, да, так как в компании markets есть не только криптовалюта, но и валютные пары, и акции, да, с различных рынков, то рекомендуем также некую диверсификацию своего портфеля провести. Потому что мы видим, что, если, скажем, падает биткоин, то падает вся крипта за ним следом. И очень сложно оставаться в плюсе, либо снизить свои риски, если у вас только криптопортфель. Да, поэтому, если, скажем, у вас будет параллельно еще находиться бумаги, скажем, американских компаний, либо некие валютные пары с устойчивым трендом, то вы сможете риски в целом по портфелю вашему снизить. И когда, скажем, падает криптосфера, вы будете зарабатывать на росте, допустим, фондового рынка, да, и суммарный убыток у вас будет гораздо меньше, а может быть вы будете и в плюсе, пока все, скажем, теряют на крипто. Поэтому также вот по этим вопросам рекомендую вам обратиться в компанию и поработать. Ни по какой бирже, да, вот вопрос по бирже, мы сигналы не ориентировали, мы компания Амаркетс, это брокер финансовый, то есть у нас котировки напрямую поступают от поставщика ликвидности с криптобирж, лучшие котировки, да, в моменте, в наш торговый терминал, который называется Metacrader 4, это инструмент, это основной терминал для торговли на почти всех рынках. Ну что ж, сегодня мы несколько дольше, чем обычно поработали, да, всем спасибо, что были с нами, да, увидимся в следующий четверг, у кого дополнительные вопросы появятся, обращайтесь опять же в клиентский отдел компании, обязательно поможем, подберем для вас идеальный способ работы с подходящим уровнем риска, доходности, да, и так далее. Всем еще раз спасибо, до свидания, увидимся в следующий четверг в это же время в 19.00 по Москве. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok